всем приветики пришли ко мне такие вот наушники сенхайзер взамен моих которыми я пользуюсь сейчас эти сенхайзер h206 а у меня были и есть сенхайзер h180 hd вернее hd 180 они можно сказать точно такие же ну полностью такие же но только мои уже все замученные тут эта штучка уже у меня отломалась левое ухо мне вообще отвалилась я его примотал скотчем также уже амбушюры вот они кроме того что облезли с них вся весь этот вся это как бы кожаная на или не кожаная какая там вся это все это покрытие содралось плюс они еще сдулись я туда ватки подложил что помягче было то там уже вообще ухо до динамика достает с ваткой уже не достает сверху тоже уже все облезло моих наушничка вот они плюс провода здесь уже тоже порвались там как бы как это сказать изоляция проводов оборвалась там уже видны были сами провода как бы жилы проводов я их замотал изолентой здесь тоже все оборвался он замотал где-то где-то он уже вот скоро снова оборвется она видно изоляция сошла ну короче мои уже под износились их и это давно покупал очень давно не с тех пор а я ими пользуюсь до сих пор они работают мне они нравятся но они уже под износились поэтому заказал себе новые но я бы заказал очень такие же но их уже нету в продаже сто восьмых сто есть очень такие же но немножко версия посвежая 206 ну и в общем в такой коробке они пришли они полностью точно такие же как сто восьмидесятая разве что чуть-чуть погромче вот такая вот коробочка у меня даже есть коробочка от всех наушников от сто восьмидесятых она чуть-чуть побольше и как бы а так в основном все но здесь как бы есть отличие в той коробочке здесь два года пишет гарантии здесь тоже два года гарантии производители дают но служат они у меня уже намного дольше я не помню когда заказал вот эти сто восьмидесятые но давно очень давно мне кажется в годах 2015 где-то а сейчас уже 21 год и они мне до сих пор служат вот принципе здесь такие же надписи power sound такая вот коробочка можно сразу две сравнить посмотреть какие коробочки потом по бокам что у них по бокам пишут и характеристики здесь просто кстати что здесь есть такая вот наклеечка sennheiser оригинал с qr-кодом не знаю что он значит и там вот такая голографическая наклеечка переливается j3 значок sennheiser и j3 и здесь тоже такая вот переливается штучка там тоже пишет sennheiser только здесь более длинный такой код 5л там что-то айди еще пишется но так в принципе то же самое единственное что у нас старых еще была вот такая наклеечка тоже голографическая с такими шероховатостями аж прям пальцами чувствуется и здесь он написано sennheiser только наоборот написано задом задом и слева направо с лево как то есть другую сторону написано здесь уже такой наклеечки нету такая на новых есть а вот такой уже нету ну а так вот все то же самое как я и говорил диапазон тоже 2118 24 ома максимальный уровень громкости только здесь вот 108 они они наоборот потише я перепутал играл что не погромче они получаются потише вот эти получается старые были погромче помню что погромче какие-то наушники были я перепутал сказал новые громче а на самом деле старые громче здесь 118 максимальный уровень звукового давления а здесь максимальный уровень 108 то есть они даже немножко похуже потише а так все то же самое 07 вес кабель все то же самое наушники адаптер есть тоже наушники адаптер там да кстати да адаптер в комплекте в этих вот был такой золотистый так даже телефон не изменился все то же самое вот такая вот здесь то она здесь просто такая вот наклеечка и все а здесь помимо наклеечки там еще какие-то надписи были то есть помимо такой наклеечки если он еще какая-то надпись на английском или немецком не знаю то есть видно что это как-то эта коробочка более по оригинальной я бы сказал бы чем вот это хотя бы даже потому что есть такая наклеечка есть вот здесь сзади что пишет английский язык французский русского нету то есть ближайший язык который мне понятен это вот английский хотя тут тоже ничего не понимаю правда что понимаю высокое высокое качество вот хик хик квалити высокое качество здесь какая-то еще наклеечка новый материал новый материал он ли и здесь характеристики опять же а здесь у нас что здесь больше как-то написано здесь кстати не было такого типа распределения по язык или было хотя нет тут какое-то распределение здесь тоже вот по языкам это же русского нету в принципе они там где не делают они у себя дну типа для своей страны делают и поэтому это уже их потом к нам импортирует так пока вот эта сторона боковая здесь уже так особо ничего просто характеристики как бы мы все сверху так сзади снизу вернее здесь такая вот штука пишется а здесь такая штука мы внутри открывается таким вот образом здесь тоже пишутся по какие-то параметры и внутри лежит ничего больше нету только поролончик такой и в нем в нем наушники и переходник но здесь тоже тоже у меня был были был поролончик в нем в нем были наушники и он там он переходник вот он переходник такой же золотистый то есть не ничего в этом плане не изменилось ну и даже вот чек сохранился самое интересное что до сих пор как я и говорил в 2015 году я их купил и получается сколько стих лет с тех пор ими пользовался за 35 рублей в пятнадцатом году купил вот получается а эти я купил уже не за 45 за 43 рубля на белорусских и получать 15 5 лет и год 6 лет я им пользовался наушниками вот этими 180 6 лет даже уже можно сказать 21 год заканчивается ну да 6 лет получается пользовался когда их там купил третьего месяца 15 года а сейчас уже десятый месяц 21 года 6 лет ими пользовался даже больше чуть больше чем 6 лет получается до 3 месяца 21 года было 6 лет можно сказать 6 половиной лет им пользовался хотя гарантия только на них два года хотя они до сих пор работают с ним все нормально единственно что то что они уже вот поломали здесь их подклеил все облезло амбушюры уже сдулись раньше они были толщие ватку подложил и провод начинает изоляция все больше и больше облазит здесь облезло вот здесь вот уже по облазил он она с этой стороны черная изолента он она дальше белая идет так они работают до сих пор просто что они уже плохо выглядят поэтому я решил обновить а так они я думаю еще обработали а новая вот они свежо выглядят новая счет это вот я не знаю что это пар что это кожа не кожа заменитель какой кожи наверно какой-то заменитель я не знаю что это зато вот еще обшивочка она вся новенькая еще не облазит еще такое толстенькая сравнение вот со старыми которыми я подложил вату ну старые немножко побольше потому что туда уже ваты так знатно напихал но в целом когда они когда они сдулись они стали поменьше очень поменьше вот это еще штучка сверху новенькая тоже в обшивочке она старых уже облезла и тоже неприятно старые когда надеваю у меня до сих пор на ушах остаются такие вот черт черные вот эти вот где здесь показать вот это вот вся черная обшивочка вот снимаешь у меня на ушах кусочки кусочки вот его вот такая на ушах штука остается и неприятно каждый раз когда снимаю эти ножники на ушах такие черные кусочки это неприятно а тут вот она все новенькая еще обшивочка все новенькую такая тверденькая толстенькой провода хочу все такой новенькая все круто здесь вот золотистая она старом не помню надо грязнуть но старом наверное не золотится хотя не до золотистая тоже была позолочь вернее но здесь уже все облезла эта видно что такое просто беленькая А здесь ещё новенькая. Ну, в целом, так нормально, уже получше, чем то, что облезло. Хотя вот эти ещё новенькие и такие вот хорошо так вот сдавлены как бы. Получается, ещё вот эта штучка открывается, так вот довольно-таки туго. И плюс они ещё сами такие сдавлены. И когда растягиваешь, на голову надеваешь, они немножко давят на голову. Немножко непривычно, потому что у моих уже вот эта штука довольно-таки легко ходит. Хотя я её всегда на максимум выдвигаю. А здесь так, ну, так потуже чувствуется. И плюс у меня уже сами наушники всё, они уже вот такие. Ну, то есть они уже, пластмасска привыкла, что она так всё время находится. И уже в таком состоянии оно практически, и оно, ну, можно сказать, не давит, но на голове легко сидит. То есть я надеваю вот так вот, и оно, можно сказать, давление не создаёт. А здесь оно получается, оно так сдавлено, пластмасска, она ещё новенькая. Я когда надеваю, оно что-то прямо расширяется и мне прям, ну, дает. Уже непривычно, потому что я привык, что я надел, оно практически не дает. А это так вот знатно дает, такое раздвигается, пока оно привыкнет. Так тоже не очень. Плюс то, что я сюда уже ватой напихал, и здесь эта штучка немножко побольше стала. Вон она какая здоровая. И тоже уже получается моя помягче. Довольно-таки реально побольше. Я туда столько ватой напихал, и получается моя помягче. А эту надеваешь, так оно уже не такое мягкое. Вот сейчас надел на уши. Ну, так чувствуется, давит немножко. И уши... Во-первых, оно давит. Во-вторых, уши до динамиков дотрагиваются. А моя, получается, уже не давит. И уши, благодаря тому, что здесь много ваты, до динамиков не дотрагиваются. Поэтому тут даже немножко непривычно. Ну, а по звучанию, не знаю. По идее, одинаково должно быть. Но надо пробовать. Вот потихоньку начал их... Раскрутил провод. Уже здесь жат был. И заметил, что мой провод уже такой глянцевый. Ну, весь такой гладкий. Аж блестит. А этот еще такой... Весь такой матовый, еще новенький. Весь такой он. Сразу заметно различие. Или мой он блестит, или этот. Ну, тоже со временем затрется и станет тоже блестящим. Ну, а так вот они. Два брата. Только один поновее, другой постарее. Ну, что ж. Подключил я и те наушники к компьютеру, и те, и новые, и старые. Послушал. Ну, в целом, вроде одинаково играют. Может быть, чуть-чуть почетче вот эти. Хотя, может быть, одинаково. Просто, ну, так, если слушать не прислушиваться, так и одинаково. Просто так сидишь, вслушиваешься. То эти наденешь, послушаешь. То потом эти наденешь, послушаешь. И пытаешься найти различия. Возможно, их и нету. Это просто уже так, возможно, психологическая такая штука, что когда ты покупаешь новую вещь, ты ожидаешь, что она будет чуть-чуть лучше, чем старая. Вот. Может быть, это так и работает. А на самом деле разницы у них нет. Ну, мне показалось, что, может быть, чуть-чуть почетче вот эти звучат. Хотя, может быть, на самом деле эти уже за шесть лет немножко подизносились. Может, действительно в них уже громкость стала немножко потише или что-нибудь такое. Так я сделал, ну, включал один и тот же трек, одну и ту же громкость, просто наушники перевтыкал. Мне показалось, что немножко чуть-чуть здесь как, ну, то ли погромче, то ли почетче, что-то такое. Хотя, может, мне показалось, не знаю. Но в целом одинаково. Вам нет смысла давать слушать их вот так вот на телефоне, потому что слушать на телефоне, ну, через микрофон и своим слухом это, ну, большая разница. Поэтому нет смысла даже давать слушать. Так, по большим впечатлениям, вроде как, вот эти чуть-чуть мне... Хотя, в целом, в целом одинаковые. Просто, что я уже к этим привык. Они уже мне на уши не жмут, разносились, а эти немножко жмут. Но, в целом, нормальные такие же наушники, как и эти. Так что, довольно-таки хорошо, что теперь у меня ничего не отваливается, вот как здесь, где я подклеил. Ничего не облазит, на ушах ничего не будет оставаться. Думаю, несколько лет еще нормально они у меня будут работать. Ну, я имею в виду, не будет ничего облазить, ничего такого, ничего не отломается. Тем более, что здесь еще так вот двигается так еще довольно-таки крепенько. А здесь уже так крепенько не двигается. Здесь уже... Так, сейчас провод застрял. Здесь уже болтается, как я не знаю, что. Ну, уже, да, за 6 лет, конечно же. А здесь еще он так туговато ходит, потому что новенькое еще все. Так что, такая вот у меня покупочка. Обновил, можно сказать, наушнички. Старые. Из старых сделал новые. Вот. Такая вот покупочка. Сенхайзер. Вот так вот оно выглядит. Все довольно-таки новенькое. 206. Мне кажется, эти наушники, наверное, популярные, раз до сих пор они есть в продаже. Потому что это, можно сказать, 6 лет назад они были точно такими уже. Сейчас что изменилось? Да ничего. Просто максимально громко стало чуть потише. Вот. Ну, по характеристикам. А так, в целом, точно такие же наушники, как и раньше. Ну, и довольно-таки, ну, так по цене, не сильно дорогая, ну, и не сильно дешевая. Вроде и не дешевая, потому что прям совсем плохие. Ну, и недорогие, в принципе, и такой нормальный. Нормальная такая. Цена и наушники вроде нормальная. Так что, как по мне, нормальная, хорошая покупка, хорошая вещь. Тем более, что с годами она себя уже зарекомендовала, так сказать. 6 лет работать, это что, о чем-то да говорит. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока-два.